Баракаллах. Предпоследний вопрос. У нас в последнее время, я попытаюсь все актуальные темы затронуть, как я об этом говорил, стал им очень популярным так называемой идеей феминизма. С одной стороны, как обычно это бывает, любое зло, если оно будет преподнесено обществу в открытом виде, оно сразу вызовет отторжение. Поэтому нужна очень красивая упаковка этого всего. И сейчас под эгидой борьбы за право женщин, под эгидой борьбы против насилия, подаются идеи того, что мужчина, он такой же, как женщина. Его статус в семье, в обществе девальвируется полностью. И сложно почему противостоять, потому что сейчас уже мусульманки стали в первые ряды, покрытые, соблюдающие. Им нельзя сказать, что вы не мусульманки. Они действительно вперед ставят тех женщин, которых действительно какие-то братья непосправедливости, обидели, ущемили, зульм какой-то принесли. И действительно их надо наказать. Но эти преступления, как в сторону женщины, так и в сторону мужчины, были испокон веков. Ислам всегда стоял на страже чести, достоинства, финансово-экономической, психологической, физической защиты сестры. Но сейчас именно такой тренд, что многие сестры взяли на вооружение эти идеи и говорят, что да, вот мы солидарны. И мне вот в конце, прежде чем задать вопрос, я вспоминаю аят Кур'ана. Вы поправите, если я ошибусь, что... И вот расскажите об этом аяте, чтобы наши сестры, в следующий раз, когда кто-то им начнет говорить, ваш муж такой, мужчины все абьюзеры, сексисты, насильники, чтобы они сами имели какой-то иммунитет религиозный к этим идеям и могли остановить. Почему говорю? Потому что сейчас пишут сестры, говорят, я не хочу выходить замуж. Кругом насильники. Прямо пишут, говорят, 90% или насильники, или наркоманы. До такой степени им уже внушили, что сегодня на Кавказе нет мужчин. Извиняюсь за длительный вопрос, но хотелось бы, чтобы вы эту тему раскрыли подробнее. Во-первых, я абсолютно не сомневаюсь в том, что в тех помыслах внешних сил, которые хотят как бы помочь нашим сестрам, нашим дагестанкам, мусульманкам. И я не сомневаюсь в их нечистых помыслах. Во-первых. Во-вторых, просто сказать, вот как явление, да, рассматривать, такое распространенное явление, стереотип такой вот, что вот женщина ущемлена в Дагестане, достаточно пройтись по улицам. Мы видим, на каких машинах сегодня наши женщины ездят, и как они посещают. Мужчинам порой места не бывает в заведениях общественного питания. У нас в общем, да, вот в плане такого вот социального, такого ихнего статуса, положения, наши женщины, им могут позавидовать многие. Самая главная причина, да, вот в чем заключается. Вот если сегодня каждый мусульманин, это человек, который олицетворяет, представляет не только себя самого, он представляет мусульман. И он не должен давать повода для того, чтобы его пример, его ошибка стала причиной обвинения мусульман в целом. И сегодня вот эти силы, они спекулируют над этими явлениями, которые имеют у нас место. Во-первых, если говорить о правах мусульманок, они, их столько, что никто, наверное, как наша религия, как священный Коран и Мухаммад, саллилаллаху алейхи вассаляма, не дал столько прав женщинам. Посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассаляма, первый из мужчин среди своего племени, курайшитов, это суровые племена, которые не были согласны с рождением дочери, люди, которые, то есть наши дагестанские, горские адаты, это вообще рядом не стояли с ними. Посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассаляма, тот, кто осмелился сказать, когда к нему обратился, обратился юноша сватать его дочь, он сказал, я ничего не сделаю, пока я у нее не спрошу. Это для него тоже было удивительным, это нонсенсом было тогда, что мужчина сказал, я спрошу у дочери. Те случаи, которые имеют место быть у нас, где ущемляются в какой-то степени права, где-то оказалось там, с этим мы должны бороться, в первую очередь мы, мужчины и мамы, они должны, то есть каждая женщина вправе обратиться, если он ее не кормит, если он применяет физическое насилие и так далее. Женщина вправе, у нее есть целый, как говорится, правовой регламент в шариате, имеется для того, чтобы защитить ее права. Поэтому это делается для чего? Для того, чтобы, пользуясь этими случаями, можно их назвать, для того, чтобы как раз таки те, кто призывали к равенству мужчин и женщин, они причинили колоссальный вред женщине в первую очередь. Сегодня Запад что получил? Получил неполноценных мужчин и женщин, неспособных, потерявших способность быть матерью, воспитывать детей, хранить теплодома, домашний очаг. И мужчин полноценных не осталось, и женщин нет. То есть получили, они что-то среднее такое. В одной Германии 3 миллиона человек, которые не могут определиться со своим полом. Они в паспорте, когда мужчины, они ничего не описали. И в результате исчезает нация. Вот к чему вот эти люди, вот так называемые феминистки, принесут именно это в наше общество. Вот это мы должны понимать. Поэтому наши сестры, к вам обращаюсь. Изучайте свою религию. Гордитесь своей религией. Она возвышает вас. Она защищает ваши права. Если кто-либо из мужчин ущемляет на самом деле права, какой-либо, здесь, начиная с имама, всех, кто, религия обязывает защищать права ущемленного, слабого. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, перед смертью, призвал, вместе с пятикратной молитвой, он призвал быть внимательными к женщинам. Аллах, Аллах, сказал посланник Аллаха. Повторяясь, он сказал, бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении к женщинам. Хотелось бы, чтобы этот призыв услышали наши сестры, удовлетворились им и не пытались найти защиту у тех, которые спекулируя, как правильно вы сказали, на каких-то единичных случаях, которые мы должны исправлять, искоренять, безусловно, чтобы не позволить им, спекулируя ими, сделать из мужчин Дагестана, Кавказа каких-то страшных нелюдей, которые кроме как избивать или насиловать. Если, например, в селах, если везде есть имамы, имамы должны... Я очень большой стаж работы имамом имел, я был и правозащитником, я вызывал мужей, которые применяли насилие, обращайтесь, защищайте свои права. И, конечно же, к взрослым хочу обратиться, конечно, вы должны... Мы, когда заключаем браки, мы говорим по велению Аллаха и по пути пророка, саллиллаху алейхи ваше. Вот как раз-таки нужно и дальше жить в этой семье согласно велению Аллаха и сунне пророка. И тогда никому не придется защищать ничьи права. Пусть Аллах сохранит наши семьи и дарует понимание истинных, правильных ценностей. Продолжение следует...